Авторадио представляет Вместе за безопасность Информационно-аналитическое ток-шоу Главные и самые актуальные темы для каждого участника дорожного движения Обсудим вместе на Авторадио Друзья, приветствую! Это программа «Вместе за безопасность» Ток-шоу, в котором мы обсуждаем темы, волнующие всех, без исключения участников дорожного движения В студии Татьяна Воронцова Здравствуйте, Иван Броневой Всех приветствую! Эксперт области безопасности дорожного движения Наталья Аграя Здравствуйте! И наш сегодняшний гость, общественный деятель, автоэксперт Александр Холодов Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, конечно, традиционно с нами здесь, в студии Авторадио, наши активные слушатели Они будут принимать участие в разговоре Сделать это можете и вы Подключайтесь к трансляции на сайте Авторадио.ру А также присылайте свои вопросы на наш WhatsApp номер 8 915 459 2020 А поговорим сегодня вот о чем О нарушениях правил дорожного движения И реакции общества на них Поскольку об общественном контроле И о его важности говорится очень много Итак, друзья, если вы хотите не только слышать, но и видеть Все, что происходит в нашей студии Заходите на сайт Авторадио.ру Там есть и видеотрансляция Ну и по традиции начнем с Натальи Краткий экскурс в историю Какая интересная информация есть у вас По этой теме? На самом деле, если говорить о реакции общества, то она стала очень жесткой Несколько лет назад мы могли очень часто наблюдать картину Когда люди потребляли алкоголь, после этого садились за руль И фактически друзья только подшучивали, да И фактически одобряли то, что происходит Мы абсолютно не пристегивались и не делали друг другу замечания Если говорить о сегодняшнем дне, то ситуация кардинально изменилась Мы видим, какое количество обращений появилось в первую очередь в госавтоинспекцию То есть мы говорим о том, что на сегодняшний день мы все стали очень внимательны к нарушителям И вносим свой вклад в борьбу за безопасность дорожного движения Но вообще надо отметить, что не только общество следит за лихачами Снимают на видеорегистраторы, куда-то выкладывают сеть Но и сами лихачи очень любят похвастаться своими достижениями Для них это способ самоутверждения Блоги, аккаунты, знаменитая погоня на Геленвагене Когда все это транслировалось в прямой эфир с комментариями Просто каждый раз возникает дискуссия на тему того, что Как правило, это административный простой штраф Который никакой роли для таких людей не играет То есть говорят о том, что нужно каким-то образом ужесточать наказание для таких людей В какую-то другую плоскость их переводить Ну, фактически и на сегодняшний день, конечно, определенные ужесточения есть Но я, например, считаю, что они должны быть намного более жесткими Как, например, сейчас обсуждается вопрос, что 2018 года будут отбирать автомобиль за нетрезвое вождение И ставить на штрафстоянку Дополню, Наталья Просто есть такая поговорка, что в нашей стране строгость российского законодательства Компенсируется необязательностью его исполнения Так вот, у нас что получается? Например, пьяного водителя остановили Автомобиль на штрафстоянку Соответственно, он с утра протрезвел Пошел в машину, забрал Еще вступления в законную силу, никаких постановлений нет Он еще формально, он вообще невиновен Забрал машину, отметил это дело В следующий раз опять его поймали, там, через день, например Рабочая схема такая И, в принципе, вот так он может ездить достаточно долго Потому что пока первое постановление в силу не вступило формально Он еще вообще ни разу не нарушал ничего Поэтому вот то, что Наталья говорит Это как раз о том, как сделать изменения в законодательстве Для того, чтобы как минимум этого человека не пустить за руль в ближайшее время Пока он вот из этого невменяемого, неадекватного запоя не выйдет Александр, спасибо Понятно, что госавтоинспекция следит за роликами на ютубе Следит за тем, что происходит Но нам, простым гражданам, что нам сделать, чтобы привлечь таких людей к ответственности? Ну, на сегодняшний день есть, наверное, самый распространенный способ Это сфотографировать, либо записать то, что происходит И отправить их на сайт госавтоинспекции Другой момент, что хотелось бы обратить внимание слушателей Чтобы в процессе как раз записи они сами не становились этими нарушителями Потому что у нас иногда гражданская ответственность тоже начинает зашкаливать И мы, управляя автомобилем, например, видим, что человек как-нибудь жестко перестраивается Начинает перетормаживать перед другими автомобилями Мы хотим засвидетельствовать, что он нарушитель Наказать Начинаем его снимать, хотя сами... И пускаемся в погоню Да, абсолютно Он 150, и мы 150 И такое тоже бывает Поэтому в данном случае нужно себя сдерживать И все-таки либо поручить это рядом сидящему человеку Либо, кстати, набрать 112 И также сообщить о том, что такой нарушитель настоящий момент за рулем Дополню тоже Наталью Сейчас основная проблема в чем? Вот зафиксировали мы, например, вот это вот нарушение И для того, чтобы привлечь к ответственности, получается, очень много формальности надо сделать То есть формально можно через сайт ГИБДД отправить фотографию, отправить видео Сказать, вот смотрите этот негодяй Но получается, что это не является самим заявлением То есть нужно потом вызвать ГИБДД Нужно написать письменное заявление Дать какие-то по этому делу комментарии Потом еще окажется, например, что человек, который привлекает к ответственности Он имеет право знакомиться со всеми материалами дела То есть в том числе и с тем, кто на него настучал, грубо говоря И вот сейчас... Может потом настучать на того, кто на него настучал Ну, не будем думать о грустном, да Но, конечно, такое тоже возможно И сейчас, в данный момент, как раз есть уже положительный отклик от правительства Скоро внесется такой законопроект, который называется «Народный инспектор» В народе такое название Законопроект иначе называется Значит, основное такое изменение будет Это какое? Что будут специальные сертифицированные программы Условно говоря, для смартфона Которые позволят, имея аккаунт на сайте госуслуги Имея там вот эти все цифровые подписи и прочее Просто видео зафиксировать Нажать кнопочку «Отправить» И, соответственно, не нужно будет там бежать куда-то писать заявление Это первый момент И второй момент К ответственности будет привлекаться как раз владелец автомобиля Как сейчас происходит со штрафами Но, обращая внимание, вот сейчас как раз идет такой процесс обсуждения По каким статьям будут привлекать вот таким вот автоматическим способом Какие, например? Ну, например, выезд на встречную полосу Проезд на окрас сигнал светофора Там, нарушение разведки Грубые Да, превышение скорости на более чем раз Проезд на окрас сигнал светофора на переезде То есть, вот, ну, с одной стороны, грубые Но, с другой стороны, например, среди них нет, конечно, там, нетрезвого состояния Да, то есть, ой, что-то машинка ехала Я более чем уверена, что через какое-то время Эти системы, кстати, начнут фиксировать таких водителей Пьянок? Ну, а почему нет? Ну, смотрите, вокруг этих приложений, конечно, очень много вопросов возникает Во-первых, подлинность тех самых записей, да, которые будут предоставлены Вот у нас есть здесь, да, в зале мнение Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Дарья У меня сразу же такой вопрос Если все-таки примут эти поправки Как избежать фальсификации? Все фотографии, ни для кого не секрет Можно сейчас подделать в фотошопе Можно подделать номера Можно сфотографировать похожую машину Подделать госномера То есть, это может быть действительно стукачество Александр, вы как автоэксперт, ваше мнение? В общем-то, в законопроекте есть такие вот способы защитить от подделки Это сертифицированные программы То есть, не просто на видео снял, а вот через приложение специальное, которое вот имеет какие-то степени защиты Ну, еще с точки зрения как раз некорректируемости данных Нужно отметить, что вот в том самом новом приложении вы должны будете зарегистрироваться на портале госуслуг И помимо этого, на сегодняшний день у нас везде устанавливается система GLONASS Которая также будет указывать непосредственно момент, когда это было снято Что, собственно говоря, также поможет не корректировать информацию Ну, или будет сразу понятно сотрудникам о том, что если это прислано не в тот время, когда было снято То есть, с другой отметкой по времени, значит, какая-то корректировка с этим видео и фото производилась Ну, а также все-таки мы всегда, конечно, касаемся вопросов таких злостных нарушителей и мошенников А если говорить про простых нарушителей, не так много людей будут готовы воспользоваться редактором для того, чтобы насолить своему соседу Наталья Александровна, вот, кстати, по поводу стимулов и вознаграждений Что в законопроекте говорится о примировании, может быть, народных инспекторов Ну, допустим, есть, да, помощник Москвы, который, правда, фиксирует неправильную парковку Там начисляются баллы, вы их можете обменять там на поездку в метро и так далее Некоторым даже призы выдают потом На самом деле это не очень корректно с точки зрения административного кодекса Что у человека появляется заинтересованность Мотивация Поэтому в явном виде никаких там призов и подарков, поверьте, не будет Вот как-то вот косвенно, вот так вот, как играется Москва, что там какие-то билеты на спектакль Но явных призов и там процентов от штрафа, как в некоторых европейских странах нет Такого, конечно, не будет То есть 10 нарушителей привел, одно тебе не спишут нарушение Одно не спишут, да Коллеги, я предлагаю принять телефонный звонок Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос Здравствуйте, меня зовут Игорь Вот хотел бы задать вопрос А не случится ли так, что герои видеороликов, нарушив правила дорожного движения Будут чтить людям, которые будут присылать данные ролики в ГИБДТ Вот как обеспечить защиту этим людям? Вот как раз законопроект, который сейчас принимается Который внесут, он и послужит защите вот таких вот заявителей Потому что смартфон как бы вот этого автолюбителя, который сообщил Он стал ну неким таким вот как дополнительным устройством То есть формально получается это автоматическая фиксация И привлекает к ответственности уже тоже центр, который работает с автоматическими фиксациями в ГИБДД То есть здесь данные гражданина, они в принципе защищены Коллеги, много сообщений приходит на наш ватсап номер 8 915 459 2020 Николай из Мурманска пишет Давно пытаемся наказать соседа, который любит парковаться прямо возле входа в подъезд Негодяй Несколько раз отсылали обращение Пару раз его штрафовали И все, до сих пор периодически ставят свою машину около подъезда Что мне делать? Хочется решить вопрос все-таки какими-то правовыми методами Ну на самом деле в первую очередь можно обратиться в муниципалитет и попросить поставить столбики Мне кажется это такой Мафа Малая архитектурная форма В принципе вроде и вы здесь ни при чем И сосед больше припарковаться не сможет С другой стороны нужно понимать, что все-таки он ставит машину из-за того, что ему видимо просто негде поставить И здесь наверное лучше будет обратиться в муниципалитет с предложением не столбик поставить А все-таки организовать каким-то образом место для стоянки автомобилей в ночное время Итак, друзья, хочу сказать, что тема интересная И предлагаю продолжить ее обсуждение буквально через пару минут оставайтесь с нами Авторадио представляет Вместе за безопасность Информационно-аналитическое ток-шоу Главные и самые актуальные темы для каждого участника дорожного движения Обсудим вместе на Авторадио Друзья, и вновь в эфире программа «Вместе за безопасность» Ток-шоу, в котором мы обсуждаем темы, волнующие всех, без исключения участников дорожного движения Сегодня с нами в студии общественный деятель Наталья Агре и автоэксперт Александр Холодов Ну и конечно с нами в студии активные слушатели Авторадио И обсуждаем сегодня вот эти всевозможные ролики в социальных сетях, связанные с нарушением правил дорожного движения И бурной общественной реакцией на них, потому что оно и понятно В основном это, конечно, какие-то грубые нарушения правил дорожного движения Агрессивное вождение, то есть угроза безопасности всем участникам дорожного движения Ну и понятно, почему тема стоит так остро Коллеги, вот совсем недавно было введено понятие опасное вождение Прописали правила дорожного движения И хотелось бы понять, какие именно маневры являются опасными Это многократные перестроения Это подрезание при перестроении Несоблюдение безопасной дистанции Несоблюдение бокового интервала Резкое торможение перед транспортным средством И препятствие обгону Вот если говорить как бы более понятным языком То, наверное, совокупность вот таких действий и называется опасным вождением Вот все вот это по отдельности запрещено уже было всегда Но вот мы говорим о том, что новый термин, который появился Это когда человек не просто нарушил, а подряд совершил несколько нарушений Которые вот Наталья сейчас перечислила И тогда это можно считать как одно Что просто человек вводит опасно И за это как раз больше его наказать посильнее можно уже Коллеги, у нас сразу есть вопрос Видимо, тема волнует многих Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна У меня вопрос по поводу как раз наказания за опасное вождение Обсуждали систему штрафов И даже говорили о лишении прав за опасное вождение Таки Что же будет в итоге? Как будут наказываться нарушители? На сегодняшний момент еще нет уступившего силу Изменения в КАЭПе Но обсуждается о том, что это будет штраф 5000 рублей И в принципе, наверное, правильно Потому что если мы будем говорить про лишение водительского удостоверения То здесь очень часто возникает вопрос Кто сидел за рулем И соответственно там штраф Это как бы гораздо проще привлечь к ответственности все-таки человека Чем там лишить водительского удостоверения непонятно кого Ну а я на самом деле считаю, что этот штраф достаточно небольшой Учитывая, что эти люди все-таки являются опасными для других участников дорожного движения Более того, особенно превышение скорости и перестроения Выезд на полосу встречного движения Очень часто уносит человеческие жизни Я бы в данном случае привела также и международный опыт Дело в том, что если брать, например, Германию То это 250 евро В Америке 2500 долларов В Японии полгода исправительных работ В Австралии 5500 долларов Или лишение прав на три года Вот я думаю, что через несколько лет Мы все-таки тоже должны прийти к более жесткому наказанию Когда мы научимся правильно фиксировать и свидетельствовать Потому что так или иначе действительно опасное вождение Оно и называется опасным Потому что оно опасно для жизни человека Я тебя буду называть теперь кровожадная Наталья Не Наталья, а кровожадная Агре Ну вот у нас интересный комментарий пришел на наш ватсап номер Любой маневр может стать опасным, пишет наш слушатель Особенно в глазах инспектора Поэтому где субъективное мнение, там взятки, коррупция Как вы считаете, не будет злоупотреблений? Здесь нужно понимать, что звучит очень, конечно, эта статья по-народному, по-колхозному Опасное вождение Но если мы смотрим ее официальную трактовку То там перечислены конкретные нарушения Которые по большому счету фиксируются Особенно если это какое-то идет пересечение разметки Если это идет какое-то там опасное перестроение И здесь мне кажется, что несмотря на всю такую субъективность этой статьи На самом деле будет привлекаться достаточно объективно То есть есть какие-то факторы такие, которые очень сложно отрицать Особенно, например, там пересечение линии разметки Ну то есть это будет какая-то совокупность показаний Инспектор, данные с камер, свидетелей Вот очень сложно предсказывать будущее Но вот если все-таки заняться таким вангованием То кто будет привлекаться к ответственности? Не то, что там стоит инспектор на дороге Смотрит, ага, человек кого-то подрезал Так, подожду, что еще сейчас делать? Ага, выехал навстречу Ага, так, нет, подожди, рано еще ловить Надо еще, чтобы что-то он там наделал Но опасное пока не тянет Опасное еще пока маловато, да, вот погонюсь за ним А, вот бинго, пять тысяч О, все, да, вот пора уже останавливать Конечно, на практике такого не будет То есть на практике, как мне кажется Такие вот наказания за опасное вождение Скорее всего будет Только когда уже кто-то действительно попал в сеть интернета Вот это видео кто-то уже обсуждает Ищут этого героя, этого видео Находят И тогда уже привлекают за какую-то череду того, что он совершил Вот просто так, что инспектор ждет Пока товарищ еще 10 нарушений сделает И только после этого остановит Я думаю, что это, конечно, из области фантастики Первое нарушение тут же его инспектор останавливает Коллеги, еще один вопрос пришел на наш WhatsApp номер Вот слушатели интересуются, почему в этом приложении Будут только данные с телефона Нельзя ли использовать данные с видеорегистраторов И из YouTube, то, что вот выкладывают сейчас Если мы смотрим тот законопроект, который сейчас разрабатывается То есть если его не поменяют в очередной раз, а меняют его достаточно много То там как раз будут требования, которые правительство может установить К тем устройствам, которые передают информацию И я думаю, что в ближайшее время многие видеорегистраторы начнут эту функцию поддерживать То есть, в принципе, ничего сложного, технически нет Вопрос времени Коллеги, есть еще один вопрос у слушателей в студии Авторадио Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения И вопрос у меня следующий А если штрафовать будут через приложение Тогда каким образом госавтоинспекция будет узнавать, кто именно сидел за рулем Просто может быть такая ситуация, что будут штрафовать именно автовладельцев А не те, кто был действительно за рулем Здесь та же самая ситуация, как у нас с автоматическими радарами То есть, когда человек превышает где-то скорость Штраф приходит владельцу автомобиля Во-первых, это дополнительная гражданская моральная ответственность за то, кому мы доверяем свой автомобиль Во-вторых, я думаю, что мы же не доверяем его случайному человеку То есть, если мы свою машину кому-то дали То мы потом можем позвонить и сказать Дружище, вот тут вот помнится, я тебе свой автомобиль давал А тут вот штраф мне пришел Будь добр, пожалуйста, оплати его И я думаю, что во многих случаях это будет работать Ну и на крайний случай, надо не забывать, что есть возможность, в общем-то, отменить это постановление То есть, обжаловать его или в ГИБДД, или в суде Доказав, или там, предоставив информацию о том, кто реально сидел за рулем И тогда его уже будут привлекать к административной ответственности Итак, друзья, по традиции, в финале нашей программы Мы подводим итоги голосования на нашей официальной странице ВКонтакте Вопрос звучал следующим образом Будете пользоваться приложением, позволяющим штрафовать других участников дорожного движения или нет? Три варианта ответа было предложено Наименее популярный вариант 31% Да, постоянно нарушителей надо наказывать Это 31% 33% Нет, я не верю в эффективность этой системы И 37% Да, в исключительных случаях Буду Ну здесь получается, что сейчас те люди, которые говорят, да, буду пользоваться Они еще не знают, что нужно будет там аккаунт с госуслуг подключить Не такая простая Авторизоваться, да Дождаться, когда там будет это сертифицированное приложение То есть я думаю, что вот сразу же не будет такой поголовно страны Павликов Морозовых Но через какое-то время это вполне может такой стать народной русской забавой Ловить правонарушителей, которые тебя обгоняют Мне кажется, что на самом деле это очень интересное социальное явление Дело в том, что при количественных исследованиях Совместно с СОО мы также пришли к выводу То, что порядка 70% наших уважаемых граждан связывают опасное вождение с несдостатком культуры И ощущением вседозвольности А как мы прекрасно знаем, у нас люди очень плохо относятся к тем, кто себя не умеет вести Поэтому я искренне верю, что в течение ближайших нескольких лет мы все-таки искореним вот этих Да, в принципе, наверное, я надеюсь и термин «опасное вождение» Потому что люди действительно сами будут минимизировать и бороться с такими нарушителями В конечном счете ситуация на наших дорогах станет намного более благоприятной Итак, друзья, мы благодарим всех, кто принимал участие в обсуждении этой интересной темы Благодарим зрителей в студии, благодарим слушателей, которые отправляли сообщения на наш WhatsApp номер И, разумеется, благодарим нашего эксперта в области безопасности дорожного движения Наталью Агрей Нашего сегодняшнего гостя, общественного деятеля, автоэксперта Александра Холодова Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей официальной группе В группе Авторадио, в социальной сети ВКонтакте Либо присылайте на наш WhatsApp номер 8-915-459-2020 Мы прощаемся с вами, желаем удачи на дорогах, берегите себя И до встречи в эфире Авторадио представляет Вместе за безопасность Информационно-аналитическое ток-шоу Главные и самые актуальные темы для каждого участника дорожного движения Обсудим вместе на Авторадио